Дмитриева, хотя бы потому, что я считаю, что он в представлениях не нуждается, рассказывает много ненужного. Это один из самых, на мой взгляд, известных наших прозаиков современности и известность его по заслугам. Потому что даже если я просто перечислю те премии, награды литературные, которые бы достоин Андрей Дмитриев, это будет считающийся, это и большая книга Шостлист, это и премия «Ясная поляна» имени Льва Толстого, вот это «Русский букер», это премия Аполлона Григорьева за замечательный рассказ «Дорога обратно». В общем, не в премиях, конечно, дело, а в том, что мудрый, талантливый человек написал несколько книг, которые, конечно, вошли в наш сегодняшний золотой фонд. Вот. Я очень рад, что он сидит рядом, и он от нас никуда не уехал, хотя живет в последние годы в Киеве, но регулярно появляется в Москве. Но об этом мы его можем спросить, что он там делает. Ну вот. А вообще говоря, мне бы хотелось послушать Андрея Викторовича, поскольку это всегда интереснее, чем рассказывать о нем. Пожалуйста. Спасибо. Я благодарен издательству «Время» за то, что оно решилось издать этот луктубник, куда вошло почти все из того, что написал, а во всяком случае все, что стоит еще публиковать. Вот. Я тем более благодарен, что в последние годы моих книг практически не было на полку книжных магазинов. То, что было распродано, то было распродано. Новое как-то не доиздавалось. Как-то ситуация немножко изменилась с выходом «Кристианин и тинейджеры», которые как-то, когда вычитатели обратили повышенное внимание. Вот. И вот вышел этот луктубник, по-моему, прекрасный изданный. Я посмотрел на него и подумал, что мне 57 лет, я 30 лет формально в литературе, потому что я дебюсировал рассказы в «Штиль» в журнале «Новый мир» в апреле 83-го года. И, в общем-то, за все это время написал не так уж много, и, наверное, это правильно. Да, что забрасывать текстами, владеть сущности и так далее. Я думаю, что это хорошо, по-моему, во всяком случае, если кто их купит, и если кто их будет читать, то утомить я ими не успею. А что, это действительно практически все написано? Практически, да. Я тут не включил буквально... Я обратил внимание, что «Штиль» действительно 83-го года, он первый стоит в «Кристианин» с ней... Ну, не вошло, может быть, три рассказа. Ну, может быть, там не вошло пару рассказов и какая-нибудь повесть. А, в принципе, почти все. Я посимедленно-мало... И вот сразу обывательский вопрос, который всегда задают писателям. Как же так? Вот всего за 30 лет, и вот, значит, это все... Я не жалею его. Я не жалею его. Главное, написать можно и не написать лишнего. По-моему, так. О, да. Если принцип не писать лишнего, это, конечно, было бы здорово, если бы мы его применяли к писательскому труду. Очень много лишнего сегодня. На полках, нет? Ну, я не знаю. Я же не читаю все подряд. Читаю немного. Ну, современная литература интересна, в этом случае. Очень интересна, в особенности, поэтия, как вы, на мой взгляд, переживает один из лучших этапов. Это потому, что вы сами стихи не пишете? Нет, я не умею. Ну, слава богу. А то, что умею, могу оценивать сам, да? Конечно, конечно. Замечательно. Вот вы ожидали, скажите, пожалуйста, вот такого дробного интереса к христианину и тинейдеру? Это было совершенно неожиданно, на мой взгляд. Нет, я не ожидал. Я предполагал, что название может заинтриговать своей какой-то такой непоследовательностью. Вот. Но я, честно говоря, не ожидал. Но я рад, потому что так произошло. Я вспоминаю церемонию премии, вручения премии «Русский бутерброд», когда объявлял ее, представляете, не говори, Улье. Да, Самой Улье. Да, Самой Улье. Он сказал, ну, победа, держала книга с самым неудачным названием последней, значит, последней русской литературе. И я сразу сказал, о, христиан-лицинейд. Нет, я не считаю, что название неудачное, потому что если я бы назвал это «Христианин и подросток», то это бы тянуло за собой огромное количество ассоциаций, связанных с Достоевским, а никакого отношения к опыту Достоевского, который я, безусловно, люблю, этот роман не имеет. Это просто угодно считать себя совершенно в другую сторону, невозможно. Это имя «Цинейджер», то есть городской современный юноша со всеми возможностями, интересами современного городского языка. Не могу не спросить сразу про вот сегодняшний «Толстый журнал». Вот, по-моему, все практически, что здесь пошло в другомник, да? Так, а, все, да? До последней строчки прошло через «Толстые журналы» российские. Вы какие их еще читали? Ну, у меня был разный период, то есть я дебютировал в журнале «Новый мир», как бы сказалось, рассказывал в стиле, а после чего никогда он не публиковался. Затем следующий рассказ вышел сразу в «Знамение», после чего у меня был довольно долгий период, связанный с дружбой народов. Это был тот период, когда отделом прозы «Дружба народов» заведовал в ту пору совсем юный Александр Архангельский, и у меня было там подряд три-четыре вещи. А затем, начиная с поворота реки вплоть до «Диссиайной Теннежира», который вышел в октябре, все у меня выходило в «Знамение». То есть вы перепробовали, можно сказать, все «Толстые» наши журналы? Ну, не все. Но в основном выходил в «Знамение», конечно. Вот сейчас вот, выхожу в «Знамение». Ну, и как вам кажется, вот их сегодняшнее состояние, их сегодняшнее положение в обществе, ну, хоть какой-то минимальный оптимизм внушает? Ну, я помню, как в начале девяностых была целая кампания, такой прогрессивной, в кавычках, травли толстых журналов, когда один уже покойный, к сожалению, отритель довольно яркий, писал, когда же они сдохнут прямым текстом. Вот, потому что должны быть новые форматы, новые способы коммуникации, все должно быть новое, 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 новое. Ну, нового пришло много, но хорошо, что сохранились некие традиционные способы коммуникации. А это русский журнал, это хороший, толстый журнал литературный, это хорошая русская традиция. И это такое, как сказали бы в советской ремне на «Офе Каба», такое слово, отдел товарного контроля. То есть если прошло, если произведение прошло сквозь толстый, достойный толстый журнал, то это как бы знак качества, это уже проверено. Вот, поэтому журналы по-прежнему продолжают пользоваться уважением читателей, у них постоянная читательность очень важная. И ты знаешь, что если ты обруковал свою вещь в достойном толстом журнале, то ее прочтет как минимум подписчик, и как минимум члены семьи, и как минимум весь круг друзей. А потом кто-нибудь когда-нибудь, лежа на даче на чердаке, достанет это с полки, сдует пыль и снова прочтет. Что касается оптимизма, тут мне трудно сказать, потому что тут все связано с у нас литературными обстоятельствами. Если действительно аренда у помещений в прошлом журналы увеличит 13 раз, как вы предлагаете, я думаю, что это момент закончится. Если не будет найден какой-то третий вариант. Ну вот мне кажется, что вы как замечали, что это ОТК, она справедлива еще и потому, что там хотя бы есть редакторы, там они хотя бы читают и правят те тексты, которые к ним приходят. Да, довольно высокие прияты. Да, потому что я знаю, что многие тексты, проходя через издательство, вообще практически отдаются, корректору и все. Вообще ощущение, что во многом люди отдают имя с работы, пипл-схавы, это можно, пожалуйста, черновик. Да, то есть отношения, низкий уровень требований, профессиональные требований к себе, вот так, у не всех, конечно же, но у многих писателей, ну, не думаешь, много людей, но более молодого поколения. Чем раньше успех, тем меньше ответственности. Пока что так получается. Ну, что поделать. Понятно. Хорошо. Может быть, есть какие-то вопросы у тех, кто к вам подошел и уже начал слушать? Нет? Тогда продолжим. У меня вопрос сразу, да? Ну, а что, собственно, случилось? Зачем вы уехали в Киев? На кого вы нас бросите? Ну, я, как видите, вас не бросил, я во-прежнем с вами. Ну, в Киев я уехал по личным мотивам, личные мотивы отпали, как это лучше в жизни бывает, но я обгляделся и понял, что в Киеве мне хорошо, что это идеальный город для жизни. Это город очень красивый, куда более дешевый, чем Москва, что существенно. Город неторопливый, город очень дружелюбный, город человечный, там нет этой атмосферы агрессии и того, чтобы напряжение, которое везет в Московском воздухе. А к моменту, я телевизор смотрю, где же там сплошная атмосфера. Телевизор – это другой город. В Киеве сейчас что? Ну, 100 тысяч человек митингуют днем и ночью, проходят другие митинги, но все спокойно, даже автозаки не стоят по улицам. Это нормально. С нагайками? Нет, ничего подобного. Украина – страна ничемной власти, мощной коррупции, несовершенного законодательства, несбывшихся надежд во многом, хотя одна осталась, это присоединение к Европе. Но украина – это страна свободных людей. Вот это то, что ее сильно отличает от России. И хорошего климата. Климат замечает, и мягкий, и хороший климат. Но я не знаю, что я порвался в Москву, я гражданин России, я прописан в Москве. Просто я в основном живу в Киеве, работаю там в издательстве «Лаурус», такое молодое издательство. Если кто зайдет на «Нонфикшн» для армарки, может создать «Экстендум», мы издаем такую, как нам сказали, молодое, рафинированное и авторитетное издательство. Кроме того, я работаю там с телеведущим на телеканале «Глаз». Светскую передачу. «Глаз» или «Глаз». Это такой православный канал, но не «Агалтевый», вполне нормальный, очень уважаемый украинская интеллигенция, общественность. Там есть целый корпус просветительских и светских передач, и я веду такую социальную просветительскую передачу в самый широкий Амурте. Это не политический канал, это не политическая передача, ну, это там обо всем, от застройки Киева, до страхования имущества, от кредитования физических приз, до медицинской реформы, и так далее, и так далее, и так далее. Это в истории, о журналистике, о всем, о чем угодно. Это разговор со специалистами, с теми, кто отвечает за решение тех или иных проблем. Чисто профессионально. А вам не кажется, что в последнее время вообще интерес читающей публики несколько сместился в сторону просветительской литературы, научно-популярной просветительской литературы? Это смешение от прозы. Ну, это хорошо, но, во-первых, 18-й век был таким, любимое чтение 18-го века, это были мемуары и путешествия, то же самое, потому что люди не могли перелетать на самолетах в большие пространства, а переплет денег не было, телевизора не было, поэтому литература нон-фикшн, литература просветительская, литература пользовалась колоссальным успехом, и, в общем-то, очень серьезно подпитывала географистику, очень серьезно подпитывала воображение писателей, творцов художественной литературы. Это нормально, так и должно быть. Много скандальной скандальной литературы нон-фикшн, которая дает все запросветительскую, но так тоже всегда было. В каком смысле скандальной? Ну, псевдобиографии, псевдоконцепции, наборы каких-то подобных жареных фактов или не фактов и так далее. Ну, литература, которая, в общем-то, торговая литература, я сказал, и после, торговая. То есть вот эту просветительскую литературу как-то начинает более ярко упаковывать и продавать ее как массовые налоги, да? Это раньше ярко упаковывали, какие иллюстрации были, допустим, если считать Марта Холла, вот. Былое Думу Герцена, это нон-фикшн, но это нельзя сказать, что это не просветительская литература, огромные слои исследовать развитие общественной мысли и общественного выживания в России и на Западе. А я смотрю вот на списки, последние примерные списки, например, большой книги, и понимаю, что там все больше появляется биографии, да? А там изначально это было. В общем-то, это стало своего рода традицией, по-моему. Ну, это хорошая традиция, если хорошая биография, то почему нет. А это не от недостатка хорошей прозы? Да я не знаю, что такое недостаток. В 60-е годы 19-го века так уж много вышло хорошей прозы, но все настало золотой фонду русской литературы, а все остальное было плохой прозы. Вот, так что это будет все нормально. Просто интересно, что, вот сколько я не читаю статей по поводу этих премий, там все время один и тот же такой стон, что когда же наконец будет написана та единственная книга, которая станет для нас главной, которая прожитут все, которая будет покойная и мир для народа. Это что, это возможно? Ну, если вспомнить вспомнить прошлое, то надо сказать, что когда выходил «Война и мир», то все понимая высокий класс этой литературы, совершенно не считали, что это та единственная книга. Книга получила огромную критику от представителей старшего поколения, особенно участников войны 12-го года, ну, Вяземского и других, да, они просто издевались над этой книгой и были оскорблены ее. Вот, такого, чтобы все сказали «Ах!», встали на колени и воздели руки, так не бывало и не бывает. Но бывает, когда в этой книге отдаются предпочтения, нервные предпочтения, я бы сказал, выходит «Благоварительница» или «Аблаговарительница». По-моему, эта книга топорная. Вот, я думаю, что она долго не продержится. Но, какое-то время. Трудно сказать. Понимаете, книга становится таковой, единственной, может быть, книгой на все времена, если в период, когда она выходит, это надежный период, она соответствует национальной задаче, исторической национальной задачи. Ну, а вот, есть ли сегодня, вот из сегодняшней прозы, вот перед нами лежит просто на выбор, это бестселлер, это все бестселлеры, да? Или там, новинки, у которых есть шанс стать бестселлером. С вашей точки зрения, у кого-то из них есть шанс стать такой книгой, которую все прочтут? Или которые должны все прочтут? Ну, из соображений моды, благодаря рекламе и такому-то общем течении, все много чего прочтут. Проверили, что бестселлеры почти все, но я думаю, что бестселлер это писатель на полдня, он даже не писатель только. Вот, но сегодня у меня он в большой моде, вот, и что, поэтому в общем называется. Ну, я имею в виду русскую прозу. Русскую прозу, я думаю, что букер десятилетия, я имею в виду, два букера десятилетия, это, конечно же, автор покойный, это генералов армии Владимова и Ложица, на старые ступени Чудакова, я думаю, что это романы надолго, думал, что романы надолго. Я думаю, что это, конечно, они имеют в виду, к той высокой конвенции, к той традиционной конвенции русской литературы, они имеют отношения, и, кроме того, это блестательные книги совершенно. Я напомню тем, кто нас слушает, что у нас в гостях Андрей Дмитриев. Я вижу, что это великая книга, я вам советую его прочесть. Вот. А у нас в гостях Андрей Дмитриев. Говорят премии русский букер 13-12 года. Эта книга полностью опровергает хозяйшее представление русском интеллигенте как-то человек непременно клипным, слабым, податливым, безвольным, не умеющим ничего делать, мы помним, как производить слова. Вот. Первая фраза книги — это книга о деде автора, который собрал вокруг себя в городе придуманное название Чебачис, где-то на севере Казахстана, в эвакуации Второй мировой войны. Благодаря ему выжили все свои населения, которые там были. Он всех учил, как возделывать землю, и умел это делать, как выживать, как... Ну и так далее. Начинается книга словами «Дед был очень силен». Вот. Эта книга о силе русского интеллигента и нечеловеческих условиях, и же о жизнеутверждении, так сказать, в нечеловеческих условиях. Это замечательно. А как вам кажется, вообще премии это дело справедливое в литературе? Я специально сейчас спрашиваю, потому что ведь этот роман «Ловица мглана старого ступени» он был в Букеровской шестерке и не победил тогда в своем году, да? В свое время его не принял в издание журнал «Новый мир». Вот. Так что это все субъективные вещи, конечно же. Ну, напечатан был знанием. Кажется, знание, да? Не помню журнальный вариант. Я помню уже издать что у нас. Справедливость, ну, я однажды был в Букеровском жюри, в этом году я председатель Букеровского жюри, 4-го заказа мы объявим результат, но я не знаю, каким он будет. Поскольку все решается голосованием самых разных людей, то есть, их всего лишь пятеро, и довольно сложным компромиссом, который достигается. Чем острее противоречие, тем сложнее компромиссы, тем неожиданнее бывает решение, что, может, даже самые яркие вещи не проходят, а проходит то, на чем все устало соглашаются. Так бывает. Но я с этим не сталкивался, потому что в 2004 году мы дали Аксёнову за итальянцы, когда война училась за этим врагом. В этом году не знаю, кого, но вся шестерка очень достойна, очень достойна, очень качественный год. Это и признаватель, я попроизвольно называю Ларгаритой Хианлен, это и «Путешествие в Панжио», «Возвращение в Панжио» от Андрея Волоса, это и Лавра Вагаласкина, только что получившая большую книгу, это и роман Иванова, Эстонского Иванова, Сергея Иванова, роман «Торбинские мотыльки». Это очень интересный писатель, который совсем не молодой человек, 37-го года рождения, такой Шапко, Сергей, с его романом, опубликованным в журнале «Урал» и названным поэмом. Ну, в общем, а будет ли справедливо, по мнению почитателей, тех или иных писателей, вот, чаще всего, это считается не справедливо, да, что вот, это не справедливо. тот, кто получит, все очень справедливо. Я напоминаю нашим зрителям, что, вообще говоря, Андрей Дмитриев сегодня, он не только писатель, он еще и преследователь бюнтеровского жюри. И вот 4 декабря будет оглашен результат «Русский букер» 2013 года. И если вы его очень попросите, может быть, он проболтается. Не имею права. Собственно, я уже, главное я сказал, главное я сказал, я совершенно искренне говорю, что я не знаю, кто встанет, потому что это зависит, как решение большинства. Все нам говорят, ну, что, большинство проголосовало. Да, а это достигается... А большинство никогда не бывает права. Ну, для того, что голосовать можно сколько угодно, и поэтому в течение заседания жюри проходит и повторное голосование, и не раз. Поэтому меняется картина постоянно, пока не достигнут результата. Посмотрим, как будет. Жюри квалифицированные очень, любожелательные. Никаких интриг там нет, так что все замечательно. Обратите внимание, вот лежат книжки Андрея Дмитриева. Вот вы взяли сейчас книгу «Крестьянин и тинейджер». Это русский букер за прошлый год. А вот его автор подпишет вам эту книгу, как только вы ее купите. А рядом двухтомник, в который вошли все, как выяснили, мы сейчас практически все произведения Андрея Дмитриева за 30 лет. Как-то он писал немного, но метко, я бы сказал. Вот. Так что... Лень – это великий помощник писатель. Лишнего не разлишь. Точно. Понятно. Понятно. Хорошо. Есть ли вопросы у кого-нибудь? Никто не хочет. У вас? Вот такой вопрос. А сценарии? Сценарии не вошли же в этот буктроник? Они отнимают какие-то силы занимают? Какое-то время? Ну, сценарии – это мой основной заработок. Я кончил гип в 82-м году и с тех пор я уже больше 30 лет в этом бизнесе. Ага. Вот вы выяснили. То есть, так мало написал, чем же, собственно говоря, писатель зарабатывает? Я зарабатывал сценариями. Я не могу похвастаться тем, что в моей биографии случились какие-то знаковые, яркие фильмы. Все зависит не только от сценариста, скажу я так уклончиво. Вот. Сценарист готовит полуфабрикат. Ну, какие-то фильмы, в общем-то, получились неплохо. Я имею в виду Алиса и Лукинист. Я имею в виду экранизацию «Ревизора Гоголя». Может, у них визу как Женя Михалков играет, играть ничего. Женя Миронов играет, Гостокова и так далее. Вот сейчас должен выйти такой четырехсерийный фильм на первом канале должен выйти фильм «Томатка». Это такая мелодрама про добродетель поруганную, но восторжествовавшую. Так и было заказано. Так это было написано? Я сказал, да с удовольствием. Ну, что же, добродетель поруганная, а потом поржествует. Я не знаю, когда этот фильм выйдет, но снял еще летом. Это всего четыре серии. По-моему, неплохо. А сценарий вообще в сегодняшних условиях, когда в основном телемы вот поржествует, вообще сценарий может быть качественной литературы? Сценарий не может быть качественной литературе по определению, поскольку сценарий это жестко функциональный жанр, целью которого является, он не является окончательной версией чего бы то ни было. Это полупабрикат, который делается для того, чтобы получился фильм. А автором фильма является режиссер, иногда еще и продюсер. А как самостоятельное читение? Есть целая категория людей на свете, которые очень любят читать сценарии. На Бродвее есть развалы, где продают сценарии известных фильмов, именно в том виде, в каком они существуют на студии. Но важно понимать, что то, как читает сценарий, обычно читать, или читает профессионал, это два разных чтения. Потому что профессионал читает с точки зрения того, что должно быть на экране, и как это технически сделать. А читает, читает как литературу все-таки. Ну, и как литература это, по-моему, все-таки суховатый. Ну, я очень любил, скажем так, читать Евгений Габрилович. Да, ну, дело в том, что сценарий в советский период сценаристы старались писать сценарий, как прозу. То есть профессионал понимал, что это сценарий, но для любого другого считать, это была как устремленная повесть. То есть, если фильм не поставят, то хоть повесть оставить. Да, ну, многие сценаристы как и делают, переделывают сценарий в прозу или прозу в сценарии свою. Я этого не делаю никогда. У меня, как я говорю, что два разных полушария работают на два разных жанра. Один проза, одно это проза, другое это сценария. Моя проза экранизировалась, но я сценарий не писал. Есть такой телевизионный фильм «Третий вариант», который часто показывали по НТВ. Но это история, которая происходит на одном маленьком театре «60 часов», в которой происходит история с захватом Мордовского. Это по моему роману или повести «Призрак театра», опубликованному в этом двухтомнике. И он у нас отдельная книжка выходил, когда еще был сценарий «Швед». Там был сценарий «Швед», который не реализован, и я специально все-таки предложил опубликовать, чтобы он не пропал. Потому что не реализованный на экране или на телевидении сценарий просто исчезает. Это просто потерянная работа. А кто-то считает, он недорог, я угольтовал, как вы видите, кинороманы. Но не переделал литературу. Вот осознайтесь, вы книжки читаете бумажным или с экрана? Бумажным. Бумажным? Хотя сейчас не придется перейти на чтение этих, как оно называется, «Ридер»? Да, «Ридер» не «Машинка» называется. А, «Машинка». Нет, на чтение, потому что мне приходится снимать квартиры в Киеве. Библиотеку там не заведешь. Вот. Поэтому надо иметь все компактно, необременительно. Я все откладываю, надо сказать, это мгновение, когда я перейду на электронное чтение. Я люблю бумагу. А что, вы считаете, что это потеря переход на электронное чтение? Это, я думаю, просто разнообразие возможностей. Когда-то, когда-то, когда еще англичане не выросли китайский чай в Индии, они на легких кораблях Клипера везли его из Китая. И кто первый плывал в Лондон, он брал весь куш. Ну, теперь есть чай в Индии, и не только в Индии, на Кичеване тоже есть. Но Клипера исчезли, но осталось гонокрейсерских яхт. Это то же самое. То есть изменилась функция, как говорится. Лошади исчезли, но не исчезли. Лук исчезли, и стрелы, но не исчезли. То есть прогресс это, по-моему, все-таки некое накопление при изменении смещения функции, а не замена одного другим. Если что-то может исчезнуть, значит, оно было и не нужно. Вот, я думаю так. Или, скажем, нужно временно. Я думаю, что наследие Гутенберга не будет распылено. Я думаю, книга, может быть, станет дороже, в основном, бумага будет дороже. Но все равно новое поколение людей будут читать бумагу. Тем более, что есть такая проблема, как здоровье глаз. Есть такая проблема, как здоровье глаз. А что они... Электронное чтение, конечно, это быстрее скачивает зрение. Это уже... Это проверено, да? Это проверено, да. Почему для компьютера придумывают уже специальные очки? Почему придумывают электронные чернила, так называемые, чтобы хоть как-то слизить эту усталость глаз при электронном чтении? Дорогой Андрей Вик, статистика показывает, что в России средним человек читает 12 минут в сутки. По-моему, нашему зрению почти ничего не угрожает. Вы знаете, есть правду, есть ложная статистика. Дело заключается в том, что статистика это некое усреднение из некоего большого числа. На самом деле, либо человек читает часами в сутки, либо не читает ничего. Скорее всего, так. Читатели — это особая порода людей. То она суживается, количество этих людей, то расширяется. Чем сложнее историческая социальная обстановка, тем люди читают больше. Чем она проще и динамичнее, в смысле зарабатывание денег и так далее, тем люди читают меньше. Я сейчас соображаю, читать... Стали больше. Значит, что-то не в порядке. Значит, что-то не в порядке, конечно. Значит, это мощная компенсация. А, или мы просто ищем в книжках ответы? Мы ищем в книжке вопросы, ответы. Дело в том, что когда человек читает, он свободен. Вот это самое главное. Когда человек смотрит телевизор или даже кино, с ним происходит некая манипуляция. Им манипулирует эта информация. Единственный такой диалоговый способ общения с искусством, как и живопись, еще, кстати, живопись, архитектурная, это чтение. Когда человек читает, он свободен, на него не воздействует никто. Будь он слабоволен или обладает сильной волей, будь он умен или глуп, неважно, когда человек читает, он свободен. И, в общем-то, даже если человек этого не осознает, то все равно это ему в сравнении становится все более дрожью и не абхазирует. Вот так. Я напоминаю, у нас в гостях Андрей Дмитриев, выдающийся, с моей точки зрения, прозаик русский. Вот его книги перед вами лежат. Возьмите, пожалуйста, вот этот двухтомный, «Представленный тинейджер» и не пожалеете. Мы пока поговорим дальше. Кто из сегодняшних наших прозаиков, ваших коллег, вам, слово «нравится» мне не очень нравится, вам ближе там по духу, кажется наиболее серьезным? Ну, я бы назвал Салауховым. Вот, я бы назвал... Вот читающая публика, смотрите, его просто не знают. Да, ну, он дебюджировал представителя Романа Шизгара лет 10 или больше того назад. По-моему, это вышли в журнале то ли «Урал», то ли «Семестерин». Следующий его роман? Следующий, сейчас я не вспомню название. Он написал три или четыре романа все же. Вот, есть совершенно потрясающий писатель Валерий Володин, которого вы нигде не найдете. За 30 лет работы саратовским писателем нет ни одной книги, хотя каждую... Да, для каждого вещь звучало. Первое же его произведение «Русский народ», «Книгает на шашлыки» и обратно вызвало целую эту очень бурную реакцию. Вышло он в 92-м году. Вот сейчас издательство «Лаурус», где я служу в Киеве, где на меня возложили ответственность по изданию русской прозы, начнет серию такой современной... Та серия даже будет называться «Новая классика» от Андрея Дмитриева. Ну, это издательство решило. Это не... Вы специально называете такие совершенно малоизвестные имена, а не называете широко известных? Нет, ну, широко известных, конечно, я назову. Я назову Майю Кучерскую, непременно. Я назову Марину Вишневецкую, я назову Маргариту Хемлин, которая... Да, в общем-то, всю шестерку нынешнего гухера я назову, потому что я не всех там знал, надо сказать. Говорить я не знал, как я не верю. Я теперь очень рад, что узнал. Вот из названных этих... Елену Катюшонок я назову, безусловно. Она уже обласкана премиями, вполне заслужена. Вот. Блестящий рассказчик. В ванном жанре у нас все меньше работает народу, потому что труднее все публиковать. Кстати, Лаура взял такой курс на публикацию сборников рассказов. Это Александр Хургин, замечательный рассказчик, один из лучших, мне кажется, в Донецке живет очень интересный, не близкий мне по духу, но исключительно изысканный интересный прозаик Владимира Рафиенко, получивший русскую премию недавно, да? Да, я помню. Вот. Так что есть, есть кого читать. А кто у вас такой киевский уклон? Ну, киевский уклон это только Рафиенко, и то он из Донецка. Если вы киевскому что-то сказали, что Донецк это Киев, то обиделись выйти и другие. Это серьезнейшее противоречие между двумя городами и двумя сущностями. Донецк и Киев. Вот. Что еще? А вот извечные противоречия. Читают одни, а премию получают другие. Это же нам постоянно пеняют наши верные читатели. Как же так? Вот у этого тираж там 500 тысяч, 300 тысяч, 800 тысяч. Ну, почему, так сказать, Дима Быков получил за Пастернака большую гимну, справедливо получил, я считаю. Галит Юсифович, который я очень люблю, областен премиями. Александр Кабаков, автор блестящего романа, который я страстно отстаивал, пытаясь пропихнуть его в шестерку в 2004 году это все поправимо. Роман, который читают до сих пор, хотя прошло уже почти 10 лет, как он вышел. А он даже так не получил ничего. Роман не получил, вот эта «Московская сказка», следующая книга получила. Но сказать, что Кабаков не дают премии, нельзя сказать. А он, 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 он замечательный написатель. Но я все равно, не стоттысячные тиражи, я про это говорю. А, но стоттысячные тиражи это просто другая профессия. Хотя, это к литературе имеет мало отношения. Хотя, все-таки есть то Лицкое, которое очень достойно писаться, мне кажется. Да, то есть, есть исключения и правила. Вот, за Майя Кучерская роман, роман Майя Кучерская «Бог дождя» был продан, было продано, ну, не сто, но шестьдесят тысяч. Это очень много, это очень много, это очень серьезное читательское внимание, это бестсцеллер по нашим, по нашим, в нашем понимании. Так, а как вы готовитесь к новому проекту Ахудина? Могу не спросить. А что за проект? История российского государства плюс параллельно исторические повести на тему того исторического периода, который... того, они ссылались на Акунина, на Венедиктова, я не знаю, кто затевает, но я многого не знаю в Киеве, действительно, я не смотрю телевизор, вот, редко захожу в интернет, предпочитаю ходить по прекрасным улицам этого прекрасного города. Вот это номер. Да. Человек, который не знает Акунина. Нет, я знаю Акунина, прекрасно знаю, просто я не могу следить за всеми его проектами. Нет, судя по тому, что вы сейчас рассказали, должно быть интересно. Понятно. Я сойду в интернет специально. А хоть «Фандорин» это читали? Конечно, да, читал «Фандорин». Ну, поначелу было лучше, потом что-то похуже. Ну, ничего. Понятно. Но это другая литература. Это литература проекта. Да. Литература умышленная. Собственно, чего не скрывала. А писатель обязательно непременно должен кровью писать? Проекта не может быть? Нет, почему? Может быть проект, наверное, может быть проект. Но, собственно говоря, книга «Солженический Красное Колесо» это был проект, который он придумал еще 18-летним юношей. И всю жизнь этот проект осуществлял, отвлекаясь на все остальное. На архипелаг ГУЛАГ. На архипелаг ГУЛАГ. Да, на Раковой ГУЛАГ. На все остальное, что сделал великий писатель. Притом, что «Красное Колесо» практически никто не считает. Что очень скверно. Что очень скверно. Потому что, я думаю, прав Андрей Немзер, когда ему сказали, что в России не прошло «Красное Колесо», он сказал, тем хуже для России. Я думаю, это абсолютно точные слова. Ну, как это? Прочесть там 10 томов? 10 томов. Ну, чего, время есть, собственно говоря, жизнь коротка, но не настолько. Почему бы не прочесть 10 томов неспешно? 10 книг о Фондоре не запрочны все-таки, или сколько? Там даже больше, по-моему. Это же с разной скоростью чтения все-таки, согласитесь. А как это читать? Это все в голове не помещается. А не надо помещается в голове, главное пережить то, что считаешь, да, в момент. И все. Где надо, там поместиться. Вот, сознание, или подсознание, или зрение, и так далее. Это вообще таинственное дело, как на нас воздействовать, на настоящие литературы. мы же не умещаем в голове, только после многократного прочтения мы умещаем в голове Пушкина «Война и мир» и так далее. Это есть некий образ. Хотел бы спросить, некое облако, скажем, А какие книги вы перечитываете? Вот есть ли книги, которые вы регулярно перечитываете? Нет, я регулярно перечитываю «Война и мир» и должен сказать, ну, вы не знаете, что я перечитываю постоянно, но регулярно. И человек о себе может многое узнать, потому, что он из себя представляет в данный момент, потому, как он в данный момент представляет, прочитывает «Война и мир», в отличие от того, как он прочел предыдущий раз или первый раз. Это очень интересно. Мы очень многое знаем о себе, когда перечитываем великие книги. Замечательно. Так, книги Андрея Дмитриева лежат перед вами. Пожалуйста, вы можете подписать их на Вовремя, где вы сейчас живете. Да, это крупный столик, где вы сейчас на руках. Да. Надо спасать столик. У нас в гостях Андрей Дмитриев. Вот его книжки «Глухтомник» и вот книжки «Кристиан Летинезер». За это он получил в прошлом году премию «Русский букер». За это пока ничего не получил, но здесь все лучшее, что им написано за 30 лет. Если о премии говорить, то, в общем-то, есть там «Дорога обратная», небольшая помощь. Да, получила в свое время очень достойную большую премию Павлона Григорьевна получила. Ну, премия, к сожалению, это премия, так сказать, которую Ассоциация критиков давала, но по независимой от литературы причины эта премия, к сожалению, заглохла, ее больше нет, но список ее получивших не достойен. Да, согласен. Вот, и в такой компании мне лестно оказаться. Ну, да, в шот листе Букера были, была повесть «Поворот реки», когда-то была, вот, предыдущий роман «Бухта радости» тоже был в шот листе большой премию Букера. Ну, в шот листе получил эту премию Букер Дисварову. Вот. Ну, какие-то были другие премии, премии журнала «Знамя», фонда «Знамя». Ну, понятно. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, я смотрю, интересно, сегодня в Москве проходит выставка «Нонфикшн» в «Центральном Балфиле». Пятой уже, да. Пока, 15, 15-го, конечно. Да. Годы 50-го. И там зал «Биткомнабит». Да, я был уверен, что в магазине Мне казалось, что все читатели, почитатели, покупатели, они, значит, бегут в центральный дом Подольника, потому что там дешевле. Ага, да. А оказывается, нет. Но библиоглоба всегда будет помогать, сколько не помнится. Ну вот, нас с вами транслируют по всему магазину, по всех отделах нас с вами видят. А там, тем не менее, они покупают свою учебную литературу, свою детскую... Это естественно. Это правильно. Это естественно. Почему? Потому что учебная литература и детская литература – это самая необходимая литература в его практической жизни. Потому что сменяемость фонда в библиотеках, например, она на первом месте в том, что это именно учебная литература и детская. Оно быстрее изнашивается, потому что люди требуют в первую очередь. Во-первых, у людей, слава богу, все еще есть дети, а во-вторых, люди, слава богу, все еще учатся. А вы не пробовали писать детский книг? Ой, я мечтал бы, но я даже боюсь за это браться. Это самое трудное, что есть в работе писателя. Уметь... это самый редкий дар из всех возможных – это уметь писать литературу для детей. А редчайший из редких даров – это писать литературу, которая невозможно назвать ни взрослой, ни детской. Это литература для всех и навсегда. Ну, скажем, «Остров Сокрович» или «Три мушкетера». А вы преувеличиваете, между прочим. Все равно они стареют, сходят со сцены. Вот я вчера в одной телепередаче видел по случаю столетия Дениса Драгунского. Ну, Денис, как рассказывал, сидела его дочь, замечательный писатель, Ксения Драгунская. У нее спросили, какие детские книги она в детстве читала. Выяснилось, что «Три мушкетера» она не прочла. Говорит, ступотища, королевы какие-то, подвески какие-то. Это так неинтересно. Вот. Ну, она не любит приключенческую литературу, значит. Хотя, если удуматься, это так донесить приключенческую литературу. А если вчитаться, то ты увидишь историю человека, который приехал завоевывать Париж и цинично использует своих друзей для достижения собственных карьерных целей. Это, честно говоря, общая тема французской литературы 19-го века. Да, это «Растиньяк», это «Даньян» и так далее. История «Профессиала». Я прошу к тому, что вы говорите «Стивенсон», «Стивенсон». А, да. Есть такие писатели, которые были великолепно известны, популярны, любимы. Там «Майн Рид», например. Ну, кто сегодня из подростков читал этого самого «Майн Рида»? Это интересно. Просто надо спросить подростков. Ну, русские подростки читали «Майн Рида», немецкие читали «Майя». Про «Миниту» писал. И Гитлер читал «Майя». И убежденные антифашисты в будущем тоже здесь читали «Майя». Романы. Да, это история «Миниту». А сегодня они их не читают. Они сегодня читают совершенно других писателей. И кто сказал, что это вечная… Ну, «Гарри Поттер», может быть, и войдет в долговременный список мировой литературы, потому что это очень умная книга просто. Это и очень увлекательная… Ага. Это дело известное. Да. Особенно, когда речь идет о чужих кнопках. Да. Об их судьбе нет. «Гарри Поттер» — это, безусловно, выдающаяся книга. И которая… Книга со счастливейшей судьбой. Это редкий случай, когда умная, глубокая, удивительно увлекательная книга… Причем я имею в виду все протяжение этой книги. По мере того, как «Гарри Поттер» взрослеет, и перед ним становятся все более сложные вопросы бытия в самом таком основном смысле. Вот чтобы книга имела такой грандиозный, немыслимый в истории успех. Но согласен, что он был очень сильно поддержан кино. Кино появилось позже, позже, позже. Кино не сразу было снято. Ну, не сразу, но… Не сразу. Популярность была грандиозной уже в самом начале. В городе Брянске мы уступали с Людмилой Сараскиной, автором биографии Солженицына и Достоевского, серьезнейший писатель. И она призналась, что Достоевским очень легко обучить, если объяснить, какие проблемы, стоящие перед Гарри Поттером, ставил Достоевский. Вот. И она призналась, что она является членом клуба, поклонника Гарри Поттера, да? И она права, конечно. Замечательно. Да, это магистральный путь нашей литературы, я чувствую. Не наш. Это сугубо английская литература. И у нас такая литература не получится. Это особое сознание. Особое сознание. Да. Поэтому мы как-нибудь по-другому возьмем реванш. Мы чего-нибудь новое нашли. Да. Мы вас этого ждем. У нас, кстати, Андрей Дмитриев. Вот его книги. И вы можете спросить Андрея Викторовича о чем-нибудь интересном. Чтоб не только я один спрашивал. Вопрос такой, да, на самом деле. Вы сказали про Гарри Поттера. А по поводу таких писателей, как Лавкрафт, Толкин, Брэнд Стокер, вот что вы о них можете сказать? О Крафте не скажу ничего, потому что не знаю. Толкин, безусловно. Небудь Толкина не появилась бы и Роулин, конечно. Вот. Толкин писатель интереснейшей судьбы. И его грандиозный успех предопределил не то, что он пишет фэнтези. Он фэнтези создал, по сути дела. Вот. А то, что он был великий ученый. Он был выдающийся лингвист и выдающийся специалист по мифологии. Он свои знания реализовал сначала в детской книге «Ховедев, Два и обратно», а потом в тяжелейших и старейших обстоятельствах, когда его страна была осуждена нацистами. Вот. Когда вообще существование мира было на грани. Он стал писать «Схранители колец». То есть там отзывы Второй мировой войны. Ну просто книга сочится этими отзывами. Это не просто книга, написанная ради увлечения. Кстати, я где-то читал, что он в Куйбышеве писал остальные куски. Он же работал в дипломатической миссии Советского Союза во время Сталинградской битвы. Это надо иметь в виду, как создается книга. Он создавал эту книгу не для того, чтобы получить миллионные тиражи, клубы почитателей, вывод и так далее. Он делал то, что мог. И на основе того, что увлекал, он писал о том, что причинял ему тревогу и боль. И вот почему получилась такая грандиозная книга, как «Хранители колец». Особая книга. Брэм Стокер, по-моему, очень талантливый писатель. Он создал прекрасную книгу, которая позволяет создать прекрасные спектакли и фильмы и так далее. Считать немного скучновато по одной простой причине. И неочевидной причине, я не настаиваю. Это роман, он написан в эпистолярном жанре. Очень трудно читать, вчитываться в эпистолярный жанр. Хотя результат, может быть, грандиозный. Скажем, два капитана Каверина. Я помню всю эту историю, но когда я открываю книгу, мне уже тяжело, потому что это сделано как набор дневниковых записей. Это эпистолярный жанр. То есть это не авторское повествование, а как бы квази-авторское повествование. Это всегда осложняющие тиры. Ну, столько, конечно, замечательно. Ну, правда, замечательно, благодаря, конечно, книге «Географа». Столько было сказано о прозе, а вот о поэзии очень мало. Но так как вы сказали, что любите поэзию, то могли бы вы, может быть, кого-нибудь назвать из живущих писателей? Давид Самойлов писал «Учусь писать русской прозы, влюблен в ее просторное слово». В пятом «Учусь писать русской поэзии, влюблен в ее возможности, ее лаконизма», скажем так. Сейчас прекрасная пора. Сейчас, конечно, огромное количество людей, которые грамотно версифицируют поэтами, вряд ли не являются. Хочу объяснить, почему так. Спасибо.